Продолжение следует... 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 потому что антиангиогенные препараты, в общем, были очень многообещающими с точки зрения клинического применения, в том числе в раке молочной железы были преклинические данные, которые говорили об эффективности препаратов, направленных на опухолевые сосуды. Но, к сожалению, в клинику эти препараты так и не вошли в силу высокой токсичности, в первую очередь, и, по большому счету, на сегодняшний день только бивоцезумаб так или иначе в комбинированных режимах используется в определенной ситуации. Что касается возможностей морфолога с точки зрения оценки этого компонента, то у нас сейчас очень большие есть возможности, у нас есть и традиционная окраска, мы можем оценивать в том числе плотность микрососудистого русла в пределах опухоли, и это индикатор, который ассоциирован также и с прогнозом, и с реализацией метастатического потенциала, что вполне логично. Кроме того, у нас есть целый ряд дополнительных тестов иммуногистохимии, которые позволяют оценить не просто плотность сосудов, но и степень их зрелости по наличию либо отсутствию перицитов, а также экспрессию различных ростовых факторов и их рецепторов, которые ассоциированы с пролиферацией сосудов. И в ряде гистотипов рака молочной железы описан такой феномен, как воскулогенная мимикрия, когда сами опухолевые клетки могут формировать сосудистые каналы, по которым могут получать питание из кровотока. И на сегодняшний день мы можем оценивать это и качественное, и полуколичественное, и внедрение методов цифровой патологии позволяет сделать это более простым и эффективным, но пока еще это в будущем. Но строма гораздо более гетерогенное понятие, она включает в себя большое количество различных клеток, в том числе фибробластов, которые при раке молочной железы могут иметь разный генез, это могут быть мобилизованные собственно стромальные клетки ткани железы, либо привлеченные клетки из костного мозга, которые дифференцируются в сторону фибробластов, и формируют так называемый пул рак ассоциированных фибробластов, которые имеют большое значение с точки зрения паракринной регуляции опухоли, ее инвазивности, и в том числе есть данные, которые говорят о том, что способствуют эпителиально-мезонхимальному переходу, в первую очередь это субпопуляция фибробластов, которые называются мезонхимальные стромальные стволовые клетки. А сам по себе механизм эпителиально-мезонхимального перехода является на сегодняшний день одним из, пожалуй, лидирующих способов развития метастазов. Но если посмотреть еще более глобальнее, то вообще в принципе маммографическая плотность ткани молочной железы сама по себе известно, ассоциирована с разным риском развития рака молочной железы. Как правило, в более плотных с точки зрения маммограммы участках рак развивается, если ткань железы гетерогенная. У пациенток же с высокой плотностью ткани молочной железы выше риск развития рака молочной железы по сравнению с общепопуляционным. Отчасти это, конечно, связано с сложностями ранней диагностики при высокой плотности ткани молочной железы, но с другой стороны, судя по всему, это все-таки какая-то биологическая предиспозиция, которая ассоциирована именно с соотношением эпителиального и стромального компонента исходно в ткани железы, это раз. А с другой стороны, есть концепция так называемой презлокачественной ниши. То есть, понятное дело, что мы знаем, опухолевые клетки, эпителиальные в том числе, постоянно в нашем организме возникают, но мало кто из них приобретает способность дать полноразмерную опухоль, развить ее, чтобы она была детектирована макроскопически. И, видимо, вот эти вот условия локальные, в том числе предиспозиция астромальная, могут позволить ряду клеток реализовать их злокачественный потенциал. Но помимо клеточного компонента в строме мы еще выделяем экстрацеллюлярный матрикс. Это набор различных белков, в первую очередь, это, конечно, коллагены. И рак молочной железы является примером так называемого скирозного рака, для которого характерно выраженное развитие коллагенизированной стромы с выраженными коллагеновыми толстыми пучками, с поперечными сшивками, что делает эту ткань очень плотной. Именно плотность стромы определяет и способность к ремоделированию сосудов, и способность к инфильтрации различными иммунными клетками. И это, возможно, определяет в части случаев и ответ на терапию. Так, если мы посмотрим на карциномы, которые лучше всего отвечают на неодевантные схемы терапии, то это опухоли с низкой плотностью стромы, которые имеют, как правило, трижды негативный фенотип или ХР2-позитивный фенотип. И, возможно, вот эта эффективность неодеванта, она связана не только с биологическим подтипом опухоли, но и с способностью стромы допустить препарат к опухолевым клеткам и способность стромы позволить лимфоидным клеткам инфильтрировать ткань молочной железы. Но не менее интересной историей является и дистантное метастазирование, потому что известно, что для рака молочной железы метастазы развиваются в раннем периоде до развития клинически явной опухоли. Есть данные о том, что это такие числа порядка 5-7 лет до диагноза рака молочной железы, когда уже развивается метастатический процесс. И известно, что этот процесс не является рандомным или случайным. И есть в большей степени, конечно, данные на моделях животных, но тем не менее они говорят о том, что опухоль подготавливает почву для метастазирования. И есть опухоли, у которых есть то или иное сродство к определенным дистантным сайтам, куда они преимущественно и метастазируют. И для рака молочной железы часто это именно костный мозг. Более того, говорят, что клетки рака молочной железы обладают мимикрией костной ткани в определенной степени с точки зрения своих молекулярных характеристик. И отчасти, видимо, это обуславливает их сродство вот к этой нише, в которой в норме располагаются гемопоэтические стволовые клетки. И те вещества, которые опухоль выделяет, в том числе внеклеточные визикулы и экзосомы, которые сейчас активно изучаются, они могут попадать в дистантные сайты и подготавливать, собственно, и матрикс, и с точки зрения кровоснабжения и развития сосудов почву для того, чтобы опухолевые клетки могли туда попасть, закрепиться и дальше развиваться. Более того, если мы будем говорить про костный мозг, есть данные о том, что, возможно, костно-мозговые метастазы являются в дальнейшем пулом для вторичного висцерального метастазирования для некоторых форм рака молочной железы. Как правило, это связано с рецептор позитивными раками. В то время как рецептор негативной раки изначально имеют сродство к висцеральным органам, к легкому или к печени, и это, опять же, связано с тем, что те молекулы или вещества, которые они выделяют, в том числе в этих визикулах, способны подготавливать именно почву в этих локациях, потому что могут иметь специальные рецепторы, скажем, к эндотелию сосудов легких. И известно, что HR2-позитивный рак молочной железы имеет высокую частоту метастазирования в ЦНС, и есть предварительные данные, которые говорят, что вот эти внеклеточные визикулы, выделяемые HR2-позитивным раком, способны проникать через гематоэнцефалический барьер и подготавливать почву, которая позволяет в дальнейшем уже опухолевым клеткам этот барьер преодолеть. Таким образом, если мы немножко посмотрим на влияние микроокружения на дистантное метастазирование, то оно ограничивается не только локальным влиянием и облегчением эпителиально-мезонхимального перехода и созданием условий для воскулярной инвазии, но и подготовкой почвы в отдаленных локациях для того, чтобы опухолевые клетки могли там закрепиться. И это, в общем, довольно длинный этапный процесс. Опухолевые клетки, мы тоже знаем, что довольно часто попадают в кровоток, но большинство из них в нем погибает. Ряд из них способны связываться с тромбоцитами, покрываться ими, и таким образом ускользаться от надзора иммунной системы, что позволит им безопасно достичь отдаленной локации, в которой они, собственно, движутся, потому что они имеют определенный хоуминг или сродство к той или иной метастатической нише, которая подготовлена уже первичной опухолью за счет секреторных различных механизмов. И только часть из этих клеток, которые достигнут дистантного сайта, способны пролиферировать, они формируют так называемый пул метастатических стволовых клеток, но нередко они подвергаются сначала спячке или дормансе. Это, опять же, ситуация регулируется микроокружением, которое обеспечивает вот этот вот покой, обеспечивает условия, необходимые для перехода в состояние покоя, и, вероятно же, микроокружение локальное и системное способствует реактивации клеток к переключению, к переходу к пролиферации, что приводит уже к колонизации дистантных очагов. И вот мы вернемся опять к нашему вопросу, какова же роль микроокружения при раке молочной железы? Являются ли клеточные молекулярные компоненты микроокружения, определяющими с точки зрения развития рака молочной железы, определяющими его прогрессию и ответ на терапию? Может ли модификация микроокружения факторами, которые выделяют первичную опухоль в отдаленных сайтах, в отдаленных очагах, в отдаленных оргазах, содействовать подготовке будущих очагов для метастазирования и закрепления вот этих опухолевых семян? Или просто степень инфильтрации первичной опухоли иммунными клетками позволяет выбрать группу пациентов с потенциально лучшим ответом на иммунотерапевтические препараты? Я думаю, конечно, что сейчас ответы будут гораздо более мономорфные и аудитории более очевидно, что все вышеперечисленное, конечно, вероятно, является правдой и позволяет нам по-другому смотреть на опухоль. Это приводит к тому, что на сегодняшний день это фактически второе рождение tissue-based методов, то есть методов, которые основываются на оценке тканевых изменений, потому что мы сейчас обладаем ресурсами, технологическими методиками, которые позволяют нам не просто маркировать различные компоненты опухоли или ее микроокружения, но мы можем их оценивать полуколичественно, и мы можем оценивать взаимоотношения между различными компонентами. И это информация, которая имеет колоссальное значение не только с точки зрения понимания биологии опухоли, но, безусловно, внесет в себе колоссальный ресурс с точки зрения практического применения. Но для того, чтобы эта информация могла быть транслирована в рутину, в нашу ежедневную практику, нам, конечно, нужно еще пройти большой путь с точки зрения оттачивания методик идентификации, детекции, визуализации этих взаимоотношений, их оценки, анализа и интерпретации всех этих данных, которые представляют собой, конечно, грандиозный массив, для того, чтобы мы могли на какие-то группы эти комбинации факторов разделить и дать клиницистам в руки инструмент, который бы позволил им индивидуализировать, оптимизировать подход к лечению каждого пациента. И надо сказать, что мы, конечно, еще, может быть, в самом начале, но мы уже в пути. Спасибо за внимание. Анна Сергеевна, подождите, но мы попросим вывести все-таки голосование на экран. Ну вот, вы можете сами прокомментировать результаты. Мы 74%. Я смотрю, что аудитория у нас в большей степени практикоориентированная. Она обращает внимание на те данные, которые на сегодняшний день уже перешли из трансляционных каких-то исследований в рутинную практику. И, безусловно, если мы будем говорить о работе патолога, то именно оценка клеточного иммунологического компонента микроокружения сейчас транслируется в клинику. Но, безусловно, все остальные элементы также имеют очень большое значение. Просто пока мы не можем использовать эту информацию в интересах каждого конкретного пациента. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Спасибо.